«Самое трудное для человека – каждый день оставаться человеком». Это цитата из книги «Ранние журавли» Чингазайтматова. Недаром великий автор свои творения посвящал простому народу. Он писал о людях, об их поступках, подвигах, судьбах и чувствах, знакомых каждому. Именно эти отличия делают его произведения особенными для многих. 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласка области родился Чингазайтматов. Сегодня классику мировой литературы исполнилось бы 94 года. В столице состоялось возложение цветов к памятнику народного писателя. Для всех почитателей его творчества это особенный день. Мы ежегодно отмечаем день рождения нашего великого писателя Чингаза Трёхулыча Айтматова. Сегодня совместно с Министерством культуры у нас возложение цветов к памятнику Айтматова. Ежегодно в программе школьного образования, вузовского образования мы преподаем учащимся и студентам вузов произведения Айтматова. Пытаемся до учащихся донести вообще всю философию тех произведений, которые написаны нашим великим Айтматовым. Помимо этого, через его произведения стараемся давать посыл к будущему. Джамиля – первый учитель «Белый пароход» и другие произведения. Каждое творение писателя становилось событием, поскольку его шедевры читаются на одном дыхании, даже далеко за пределами страны. Книги Айтматова переведены на более чем 100 языков. По ним ставили спектакли, снимали фильмы и делают это по сей день. Каждый год в стране проходят мероприятия, приуроченные к памяти литературного посла для распространения культуры чтения. В рамках нашего проекта мы уже разработали, нашими местными авторами, иллюстраторами, разработано в электронном виде около тысячи наименований электронных книг. Они находятся в свободном доступе, их могут читать дети наших школ, и они уже читают эти книжки. Эти книжки на четырех языках – на хрылском, русском, узбекском и таджикском языке. И в скором времени мы планируем издание этих книжек и распространение в школьные библиотеки. И самое главное про эти книжки хочу сказать, что они разработаны нашими местными авторами, нашими местными иллюстраторами, и тем самым мы развиваем нашу национальную литературу в нашей стране. Последние годы своей жизни Айтматов провел в Думе, расположенном в селе Чонарык. С 2009-го он стал музеем. Здесь сохранилась еще созданная при нем обстановка. Личные вещи, рукописи, печатная машинка, награды и другие. Все в первозданном виде. Место, в котором должен побывать каждый кыргызстанец. Айконушка Дералиева, Дилет Марспеков, 5-й канал.